Сваливается мяч с ракетки, можно даже сказать, срывается, потому что аутбуту по местному времени, поэтому и отдыхать не надо. В случае, если попадаешь, то гарантированно Гаврилова играет именно с двух рук, с бэкхэнда, который у нее пока не очень получается. Еще раз бороться за брейкпоинт. Подача и у сетки разбирается. Гаврилова лишь резаным сумела сыграть Суренка, хотя поначалу показалось, что она угадала направление подготовительного удара Гавриловой. И можно играть с двух рук, острее, плотнее. Мяч действительно опустился в коридоре. Когда мяч начинает лететь быстрее, еще и глубоко в угол, Гаврилова мы видим неусглядарь. И в конце уже обе так подустали, играли слишком надежно, но причем эти свечки все-таки реже использует Суренка. Второй брейкпоинт. Бэкграя на солнечной стороне. Восемь у Стефани Фогель и вовсе только три. Лучше всех играет на приеме. Выигрывает порядка 60% розыгрышей. Ну и действительно, великий шанс на то, что первая партия все-таки затянется. В следующем гейме, если вдруг вы забыли, Суренка будет подавать именно с неудобной для себя стороны. Есть ощущение, что солнце ей больше проблем доставляло. При исполнении ударов справа и сколько слева. Здесь заметный крен в сторону бэка. Гаврилова не предлагала. Чтобы первой же реализовать, должно получиться так, что три мяча подряд должна выиграть Леси. И мы видим, ну все-таки, да, может. Тоже важный момент. Кто быстрее между розыгрышами. И забежать по праву Гаврилова. Может быть, изначально ей хотелось это сделать. Еще до того... Жиданом мощно ты играешь. Серия в этом матче. Как раз на стыке первой и второй партии. Это всегда... Идет в плюс Теннисиске, который получается все это сделать. Сделать ничего не приходится Леси. Счет растет в ее пользу. Пойнта, мне кажется, не было достаточно давно. Пойнта, мне кажется, не было достаточно. Но там все-таки отскок повыше, поглубже. И не рискнула она нанести по-настоящему дону. Много. Много двойных. На этой неделе уже 40. В Акапулько. У Дарьи. Есть те, кто за каждый эйс отчисляет благотворительным фондом по 100 долларов. Гаврилова не раз уходила с такого счета. Даже Леся Цуренко, естественно, не раз такое преимущество теряла. Не знаю, были ли в ее карьере поражения в партии со счета 5-0, когда ты ведешь. В этом состоянии вдруг оказывается уже Цуренко. В своей голове она этот матч уже выиграла. А тут, несмотря на то, что Цуренко ведет 5-4 и будет под...